Если вы хотите поддержать данный канал, подпишитесь на телеграм-канал и на Бусти по QR-коду или по ссылке в описании. Всех подписчиков на Бусти покажу в следующем видео. Всем заранее спасибо. Остановка. Транспорт Нижнего Новгорода и его области. Наверное каждый на моем канале знает про прекрасный электробус Минин и его реальные минусы. И сегодня подорвется жопа у любителей троллейбусов. Ведь появится Э-13. И это будут электробусы Минин. Ведь в троллейбусное депо номер один поставили еще больше Мининых, также починили электробусы, которые ну были в состоянии каловым. Сейчас Минины обкатываются для будущих покатушек. А как дела с электробусами Лиас? Они как, их не поставляют. Поставлять будут скорее всего только Минины. А почему только Минины? Да потому что это свое, а значит это дешевле. Лиасы же дороже, но качественнее. А Минины, дешевле и хуже по качеству. Сейчас посмотрим, как они будут выживать эту зиму. Уже не стоит говорить про закупку троллейбусов, хотя стоит. Ведь мы видим, как города активно покупают именно троллейбусы. Причина одна, троллейбус дешевле нормального электробуса и живучей. Приведу в пример Красноярск, где есть как раз электробусы Лиас. Там троллейбусы победили электробусы. Нижний Новгород же попал в финансово-транспортную ловушку. Вот эти все зарядники, электробусы. Лол, легче не ставить дорогие зарядники и просто на проводах заряжаться, не правда ли? Я знаю, что они закупались дешевле. Но почему нельзя было попросить и троллейбусы? Э-9 оказался очень хорошим маршрутом. Почему бы вам не передвинуть уже электробусы? Например, Э-47, Э-39 и так далее. Номера вы знаете сами, это А-47 и А-39. Они востребованы, поставив на их места электробус и будет намного лучше. В Нижнем Новгороде, а особенно в нижней части города, нужны хорошие троллейбусы. Нижняя часть не имеет больших холмов и мест, где троллейбусы бы не проехали. У вас есть троллейбусное депо номер 2 и номер 3. Посередине целый Ленинский район, который можно правильно восстановить. При этом ничего не нужно, кроме восстановления контактной сети и дополнительного прокладывания сети. Электробусы же будут постепенно ломаться, особенно ваши нахваленные минины. И кто мне будет писать в комментарии, что я зря на минины гоню и так далее. Ну блин, что с ними будет дальше? Если сломаются, то чем заменять их? А контракт на электробусы закончился. Подытожу так. Удачи водителям на Э-13. Жалко троллейбусы. А мы будем ждать новых новостей. Ребята, на Бусти появился бесплатный А-31. Также есть А-5, А-62, Т-45, Т-31. Планируется выпустить еще больше информаторов от НПА-3. Кому интересно, поддержите ГУСТИ. Всем спасибо и пока-пока. Уважаемые пассажиры, автобус следует по маршруту номер 39. Площадь Минина и Пожарского. Микрорайон Кузнечиха-2. Субтитры сделал DimaTorzok